друзья всем привет я не случайно сейчас держу такую штуку в руках потому что это символ что все барыни любят болгарина мы сегодня в гостях у известного саунд-продюсера диджея с мировым именем топ-менеджера я знаю который привозит регулярно в украину крутых международных диджеев и еще много-много-много чего моего хорошего друга ивана деянова болгарина который из своей любви поменял болгарию на украину и ну привет дружи привет анечка я очень рад что ты пришла к нам во в мой дом мой куб нормально чувак в центре как бы жет на минуточку ну что ж как-то докатился до такой жизни деянчик ну как докатился это были очень долгие года работа это лет наверное если считать 2005 году когда я начинал свою работу я еще между прочим школу заканчивал я начинал в свою свою школу делать типа вечеринки и в общем все было в общем что-то пошло у деянчика не так вместо того чтобы стать менеджером среднего звена работать на банк например ладно без рекламы просто на банк деянчик ударился в клубную деятельность теперь у него дом в центре города живет он в клубе давай больше чем ты вообще занимаешься что тебя кормит ежедневно моя профессия артист артист и так далее я занимаюсь очень много вещей основная последние несколько лет стал заниматься ночные кубами арт директорство также я вожу в украина очень популярные европейские диджей артистами и так далее и также я сам по себе диджей музыкальный продюсер занимается написала пишешь сам да 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 я напишешь песню имени мэнс хаус журнал и трек имени а не гришиной я могу написать мне уже нравится эта идея гимн мэнс хаус журнал бай болгарский диджей мне кажется это не только фирменно мне уже это заводит скоро перейдем к более заводящим вопросам вот еще вопрос мы сейчас находимся у тебя дома в ночном клубе лабиринт скажи мне честно рабы нет общие такие работников просто работники вышли внепланово поддержать ванюшу а вот например знаю что девочку зовут олечка я вот сижу мне хочется просто подержать и за попу тебе не хочется ну да что будем делать не знаю а я знаю ответ был неправильный правильный ответ было бы и мне тоже но здесь есть за кадром инесса жена ваню дай нс а он можно подержать за попу и спасибо за мою работу спасибо за твою работу сделала один такой фич то что давно хотела вот подержать олю за попу скажи с какими самыми крупными площадками с которыми ты работал в украине украине я выступал во в очень много городов почти почти все города крупные в украине и самое интересное то что в украине почти каждый город и у вас имеет своя своя аудитория свой стиль музыка и так далее но для меня самые запоминающиеся выступления этого в ночной куб малевич и город львов и также в так же во в динску фарсаж фарсаж все знают этого в город киев столицы и так далее но не конечно же я люблю свои свои вечеринки здесь еще такой тогда вопросик корыстный от журнала у нас этим летом запускается серия вечеринок мэнс хаус журнал в стиле так как бы мэнс хаус журнал ты как уже резидент нашего журнала поддержишь нас на этих вечеринках да я вас поддерживаю с огромное удовольствие так вот ребят вот это мы точно снимаем считаю что он подписал с нами контракт фирменный вопрос журналов размер имеет значение да имеет всегда то есть мы сейчас говорим про сисюли и надеюсь женские да тогда твой любимый размер всем в 8 размер всегда имеет значение тем больше тем лучше во всем не во все вот так вот я это слушаю понимаю что и грудь здесь причем и мужские хорошие части тела здесь причем смотрю на себя и понимаю видимо у меня в жизни кроме вот красивого логотипа на груди тут как бы и не сложилось анечка тебе не надо расстраиваться за почти каждый поезд есть в свои свои путника ёб твою мать это все чтобы просто я предлагаю завершить просто на этом интервью значит был у меня друг иван диана я просто вы шутил и на запусти мне вот чем-то пожалуйста твой фирменный тэг каждая барышня каждая барыня любит болгарина как он родился он родился очень спонтанно у меня была вечеринка в ночной кубе в мире диана лавзью и была моя знакомая которая сняла в виде приглашения за это вечеринки и она написала внизу хаштег все барыни любят болгарин и потом остальные девушки и они они начали этого все писать и так как-то как-то получился такой маленький flash новым вот я смотрю в анюхе все четко какая-то знакомая сняла story с таким хэштегом знаю что здесь была одна знакомая как которая сняла футболку например сверху на входе в клуб вопрос про снять были ли откровенные съемы тебя от фанаток да у меня была вечеринка тут я себе играю работаю я захожу в туалете там стоит девушка она меня ждет мужском да она мне берет за руку и говорит пошли куда куда она говорит куда пошли пошли там куда-нибудь да и ты назвал ее просто туалетный утенок да вот такая чудесная история дружи скажи откуда такая любовь к украине но все знают что украинки это самые красивые девушки во в мире все кроме меня я уходящий поездом последний вагон подожди мы не говорим что ты вообще последний вагон ты можешь быть такой важен и зверь это просто как шкура только дорогая продолжает дружи так все знают что украинки самые красивые девушки в мире я еще давно любил борщ и так далее и я познакомился смогу украинке бога в болгарии и потом через вот 4 года назад моя жизнь вот так вот так как так смиксовалась миксовался я просто приехал здесь жжет дружи ты очень творческий твои фетиши такие же творческие как и ты или что-то так есть просто ординарно да мы фетиши творческий мой самый большой большой фетиш это это футболок я очень обожаю много футболок не бывает у меня есть много очень но как насчет постели у меня есть футболки разными я люблю с разными по ходу реально футболки отойдет сыны фетиш да да а все-таки в постели а в постели постели имеет у фетиши я в постели я обожаю все чего бы ты точно не стал делать или пробовать своей жизни я никогда не про жизни наркотой наркотиков наркотицы как 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 надо подправить наркотицы наркотицы мой любимый вопрос который на самом деле часто бывает крутым ответом это были ли факапы в работе и не ври что не было факапы в работе были конечно я когда приехал в украине я не знаю еще очень хорошо русский а сделал официальный ремикс для оля полякова я хотел написать на своей странице что я сделал официальный ремикс на белоснежная королица оля полякова а слово королица на болгарский это слово на русский королева я вообще не знаю что как что-то слова королица означает я я успел это написать опубликовать я также отметил ее ее менеджеров молодец постарался поработал потрудился перевернуть я в телефоне кролица ну да так скажи мне давай уже подытожим все это дело пожелать пожалуйста от себя как от опытного дидже от опытного саунд продюсера вот подрастающему поколению которые только вот сейчас хотят вот это пацанва становиться диджеем желаю я желаю на молоде начинаешь артисты диджеи то что они делали верили прости пользуюсь последним временем здесь открыты говори говорит что что не верили во в себя в свои способны и то что они считают нужно и правильно делать и чтобы талантливые латентные потенциальные диджики со всего мира переезжали в украину любили ее и любили и сильно любили по ночам украина аминь аминь пиз давай целоваться спасибо дорогой